Кровь и бенефиш начинается. Внимание! Вчера сам узнал. Я много чего про нее узнал. Сам помогал ей. Мы с вами деньги собрали хотя бы на половину поездки в этот Мечорис. Мы, садоводные любители. Итак, список опубликованных и приранных научных работ. Это я к тому, что можно ее сразу ставить на высокую должность. Теперь смотрите, только учите, пока кому не интересно, можете сходить попить чаю, потому что это долго. То, что я увидел, это для меня шок. Ну, кое-что я выделил. Это особо важная работа. Я буду останавливаться, чтобы вы могли не то, чтобы прочитать, а чтобы потом вы могли вернуться и пересмотреть еще не один раз. Это вам не петух про Кукоряков. И это студентка! Студентка! Теперь смотрим характеристику. Вот она, ничего не напутал. Да правда она, та, которую, эту самую, в которой я отчаял пил. Результаты научных изысканий были представлены на международных, всероссийских, региональных, научных интересах. Вот. Ей не хватает погон. Сейчас его уровень, это примерно доктор наук. Вы просто понимаете, друзья, в науке принято проходить все ступени. И к тому времени, когда человек получит погоны, у него уже ни здоровья не будет, ни вот этой самой, как называется, мобильности не будет. Это дело с этих самых молодых. Вы представляете, что это такое? Нет? А? И какие работы-то серьезные? Вы представляете, тут есть что-нибудь попроще вроде жимолости, а есть вообще работы. Она и микроклональное размножение знает. Многие из нас знают это. Представляете? Я поверить не могу. Ну, Железово не забыло. Спасибо. Тх, и даже на конец. Как это можно было по студентству? Это давайте все. Э-э-э. Поверить не могу. Что скрывало от меня? Не скрывало, но, видимо, скромность все-таки. Кстати, скромность это ваш не украшает. С такими-то этими. Это все еще продолжается. Чай попили, вернулись? Гражданская позиция. Кстати, я представляю человеку доверить 100 миллионов рублей. Он возьмет хотя бы рубль. Я всегда удивляюсь, почему тут это, всех его берут туда, на высокие должности. Почему их потом это обязательно под суд отдают? Ирина Александровна. Вот ее последнее. Это уже на моей памяти. С моим участием. Это уже Мичуринск. Будучи студентом, она участвовала и получила диплом повышения квалификации рядом с докторами и профессорами. Представляете? А теперь, Елена Александровна, я вас пускаю с небес на землю. У вас есть 150 кустов сортовой смородины. А продавать-то еще не пробовали? Вот. Ребята, мотайте на ус. Елена Александровна, есть 150 кустов сортовой смородины. Это к слову. Итак, смотрим дальше. Итак, что она умеет? Вот, пожалуйста. Я чуть-чуть только, сам и зацепить. Почему-то наука не знает, что колоновидные яблони не имеют перспективу. Потому что центральный штамп и даже скелетные ветки плодоносят не больше одного, двух, трех раз в жизни. Если нет боковых веток, вот она специально вам показывает ветки продолжения, на них переходит плодоношение. Вот. А это означает, что это уже не колонна. Это просто карлик. Можете называть его супер-карликом. Вот. Просто карликом. Да, официально это колонна. Но почему-то никто не знает, кроме вот такого узкого круга лиц, куда она входит. Что на ветках продолжения переходит урожай. Это, это есть, как сказать, это же учеба, поэтому я так подробно говорю. Это есть, так сказать, генетика. Это заложено в программе развития. Поэтому не покупайте колонну, вы никогда не получите настоящего урожая. Кстати, вот это 19-й год, в 20-м году, сколько было? 25 яблок, да, Александр? Вот. Это она тоже. Дело в том, что под графию-то не я делал, а она. А почему? А посмотрите, где плодоносят, где плодоносят яблоки. На приростах последнего года. Ау-у! Наука. Вот. Ну, это я, это, теперь-то уж, конечно, Елена Александровна, в отличие от этих, обзываться неудобно. Она уж, конечно, я всегда поражаюсь. А теперь мы вместе с ней поражаем. Вот стоим возле этого дерева, да. На какой чёрт эти ветки надо отрезать? Ну, почему бы не взять эту же самую фею, которая в Москве учит отрезать, не привезти в Сибирь в кандалах, наручниках, вот так вот. Ну, дайте ей секатор сказать. Вот сейчас прямо, вот именно сейчас. На, отрезай, ты сказал, что надо отрезать. Ты, зимой, режешь, даже не знаешь, что ты режешь. Ты дождись плодоношения на приростах последнего года. Вот. Вы понимаете, почему я ценю Александру? Потому что, имея вот это всё за плечами, вот, она знает вторую половину, то есть, ну, знает, ну, теперь уже, наверное, круче её нет в стране. Я не шучу. Вот после её практики у Железов, после её вот этого самого, вот, круче уже нет в стране. А теперь смотрите, дама с улицы. Почему с улицы? Она не садовод. Она садится, ей дают сценарий, и говорят. Потому что я слышу эти слова с Каргоркой. А ещё те, которые отрежут, которые растут в нистре, которые растут вверх, те, которые растут внутрь, те, которые растут с перекрестки. Вот. Это когда она вот это всё оскобрила, вот это дерево всё уничтожило. Вы представляете, это уровень. Я уже предлагал они сам эту должность ведущей и начальник, не начальник, как он, заведующий вот этим вот телеканалом Бобёр. Вот. Может, она бы согласилась, но что-то никто нам не предлагает ей, в смысле. Вы представляете вот этот уровень, да? А сейчас празднуют бал вот эти вот, девчата вот эти. У них есть самое главное, то, что харизма. И вот из этой харизмы их и берут. Память хорошая. Надо же выучить сценарий. Вот. А почему она не жалости, ничего? Вот. Ну вот, пожалуйста, смотрите. Что такое биополе? Её она знает. Ну, я знаю. Кто-то из вас уже знает. Троценко по моему заданию делает эти рисунки. Вот оно, биополе-то. Представляете? Резать они не могут. А что они колечат деревьев, они понятия не имеют. Для этого надо знать, что дерево состоит из двух частей. Это материальное и чуть ли не сказал духовное. Материальное. И то, что мы называем тонким полем. То есть, я называю по-другому. Я называю это силовой биополе. Вот. Вот это его каркас. Так же, как у нас есть, так у каждого этого. Вот оно. Здесь мы его не видим. Чтобы его увидеть, это надо быть... Ну, как сказать. Ну, поняли, да? Вот. А Лена сама знает. Вот. Ну, дальше посмотрим. Вот, смотрите. Присылает мне фотографию. Прилично, да? Она себе тихушку там, значит, ко мне приехала учиться. А то, что у него самого есть абрикос. Так и молчала. Скромность украшает. А вот он и абрикос. А теперь сравните. Вот это, да? А теперь представьте себе. Что вот это вот. Фея-то ее назвать. Язык не поворачиваю. Ее впустили. Лена Александровна, вы ее впустите к себе в огород. Вот сюда, да? Вот сюда. Секатором. Представляете? Что бы было? За такие... А если бы это вы при морду набили? Вообще-то неудобно так и слова говорить. Ну, поняли. Я немножко утрирую. Иначе нельзя. Потому что или смеяться, или уже это. Материться. Ну, вы всегда смеяться. Вот. Вот ваш бенефис. Вот. А вот это вот распятое черешное из книги, ведущей черешневодцы страны. Не бодно. Вот. Изувечья дерева. Сослаться на четыре публикации. С Германии, с Молдавии. По-моему, с Армении. Они еще сколько. Ну, то все еще июжнее, чем Брянск. И повторять вот эту дурь. И все это печатать. И книга, что интересно. Печатается. И печатается. И печатается. Вот что страшно. А вот та же черешня, да? Это в моем саду. Вот посмотрите. Что можно сделать? Она знает, как увеличить размер в два терраса. А почему она такая мелкая? Вот. Ну, я объяснял. Теперь она... Ну, что-то от меня узнала. Не только из этого. Там, будучи довольно такой, уже... Как сказать, ученым кругу, человеком, таким, непосредним по уровню знаний. Что-то от меня узнала. Можно увеличить? Можно. Можно. Вот подвой. Видите? Подвой стал. Я специально такую фотографию сделал. Вишня стала фактически черешней. Где она от черешни вниз. Где она от вишни вверх. Она и так была мелкая. Почему? Многие поколения выращивали ее из косточек. Не прививали. Вот. А она теперь знает, как вернуть им крупность. Вот. А теперь посмотрите на эту фотографию. Она мне прислала, подчеркнула. Посмотрите, Верия Костянович. Я не резала. И раньше у нее свое видение. У нее хватило своего понятия. Еще, может, она меня не знала. А эти, ну, так как там учат, она же там бы не делала. А вот это очень интересно снимок. Почему? Я пишу. Савинич. Моя ученица о биополе Земли. Единственный практик по ГПЗ. Может, еще есть. Я пока не знаю. Обладающая большим биополем. И владеющая биологическими рамками. Я показал фотографии, где она с рамками показывала. Фильм с ее участием снимал. Так. Вот. И я вот это написал. Это фактически. Это мой постулат. Фактически. Калечие дерево под любыми предлогами. Мы уничтожаем целостность природного биополя. Вот. Ну, а сама фотография, она почему? Ну, если сделать сейчас Елена Александровна. Ну, я за нее отвечу. Если когда-то она сдавала экзамен, допустим, она же у меня проходила, допустим, мне. Что она должна была бы сказать? Правильно. Почему разные? И та мел, и та мел. А почему по-разному растут? Предположений много. Например, корни разные. Ну, когда садили. В одно, может, получше, другое, похуже. Так. Веточку брали с черенка. Например, вот он, черенок, вот она веточка. Вот взяли с нижней части. Получился тут правый. А это повыше. Уже качество черенка и будущего уже меньше. Вот этот пример можно было привести. Так. Биологическая совместимость. Ребята, учеба. Ничего, что я такой нудный. Биологическая несовместимость у них разная. Вы понимаете, что такое индивидуальная несовместимость? Объясняю. Никуда. Будущим вам привальщикам, будущим академикам. Среди вас, особенно, есть молодежь. Вроде Кузнецовой там. Вот. Или Александра. Или Александра. Вот для меня молодежь. Так вот. Вы же должны, будете это, как сказать. Сейчас я тут одну тонкую вещь для вас. Придумал. Вот. Вы же будете уже не сами экзамен сдавать. А уже других принимать. А скажете. А вы знаете, где-то в голове там застояние, там железо. Приваю сотню абрикосов. Все манджурские. Все с одного дерева. Оно всегда было одно. Ну, значит, казалось бы, подвои, как эти, болезницы, как эти самые, как инкубаторские все. Прививаю на них. Сорт один, допустим, и тот же. Там, амур, который хорошо привать. Девяносто пять прижилось. Еще два-три полудохлых. И парочка мертвых. Те, которые парочкой мертвых, вылезли. Куда деваться? Они же выиграть не собираются по двое. Опять вылезли. Еще больше. И так были корни его. Еще больше. Я второй раз приживаю. Второй раз не прижилось. Как же так? Если по теории вероятности, и девяносто восемь и ста, или там девяносто пять. Второй раз уже вероятность девяносто девять и девять. Ну, вспоминайте. Вы же все эти отличники по математике. Вспоминайте теориаты. Уже девяносто девять и девять. Так. Что со второй попытки? Ёлки-палки. Она опять мертва. Третий раз мертва. А дальше многие из вас видели мой этот самый. Мой фильм, который я снял на кухне, ко мне приехал Саша Мажерин. Один из моих учеников. Еще из тех. Извините, это важный разговор. Это не просто это. Я треплюсь. И вот он сидит на кухне. А у меня у гостевой есть этот фильм. Можете посмотреть, допустим, еще чуть позже. Скромно стеснялся. Я с ним слова вытягивал. Вспомнили оба. Он у меня трехлетку. Три раза я пробовал привить. И три раза мертва. Продал ему за 300 рублей. Даже цены не забирал. А так. Привистая. Ну, по тем временам. Я запомнил. У меня память избирательная. Вот почему-то что-то запоминает на мертва. И он прекрасно помнит. И он в фильме подтвердил. Что да. Купил трехлетку. Она одна. Он с нее вырастил через несколько лет. Тысячу саженцев. И фотографии у меня есть там. Он мне прислал. Олег вставил фильм. А это вылитые амуры. Ну, дурку понятно. Амур это самое. Вступил с ним в половые связи. Косточки пошли в амур. То есть, я там проливал-то, мучился манжурца. Три раза мертвые деревья. То есть, привыкли мертвые. И на четвертый год я проливал до пропады. Пропадом я больше не могу с тобой возиться. А результат. И у него теперь питомник был. Это еще на тот момент, несколько лет назад. Тысячу саженцев. То есть, вы понимаете, что любой из нас может стать этим питомниководом. Как он. Я уже расхвастался, что я с одной почки персика. Персика. А сейчас он покоряет Россию. Я потом ниже покажу. Почка одна была. А он умудрился. Это саженец единственный. Он мне первую фотографию прислал. Уже было. А потом, оказывается, у него еще было продолжение. Я ему задал вопрос. Он, наверное, размножил целый сад. Не все с одного дерева. Одно дерево, маточное, дало ему питомник и возможность жить. Вот это разве не интересно? А возвращаясь я к этой фотографии. Потерял много времени, но это очень важно. Почему? Мы убедились, что я придумал еще один термин. Почти все, что я говорю, вы никогда нигде не прощете. Даже не на саду. Вот. Многое от меня узнал. Так вот. Индивидуальная несовместимость. По теории вероятности, раз, если я те же руки, тот же сорт, и по двое, и тот же плевое, и три раза мертвое. А у меня же не один он такой был. Одно другой сорт, еще несколько мертвых, и опять не хотят, и опять. Я же не одному ему продавал то, что не хочет прерваться. Я пришел к мнению, существует индивидуальная непереносимость. Все. Не плену ни за что. И останусь самим собой. Вот так вот. И что мы имеем перед этим самым? Кстати, кто не знает, еще раз знакомлю. Это Иван Савинич, будущий этот самый авторитет. Он сын. Ой, я уже заговариваюсь. Он брат Савинич. Так? Вот. Он же уже ко мне под черенеки попал. Ну, приезжает с ней. А куда деваться-то? Куда деваться? Куда поп туда и приход. И вот получается, что вот этот момент мы отразили. Казалось бы, все. Вспомнили непереносимость. Под корнем могут быть разные. Черенок, черенку, рознь. И, наконец, она мне пишет. А может быть, все-таки ГПЗ? Я патогенная зона. Ему на место. Вот. С этого момента, Елена Александровна, для меня стало существовать уже не только как теоретик. Вот столько вот много важного знает и написала, изучила. Ну, и как практик. Почему? Исключать нельзя. Это значит, что она возьмет рамки, проверит и точно будет знать. ГПЗ. Она запаса может на таком расстоянии быть. У меня они всегда почему-то языками. Полоса 2-3 метра. Можно пересадить, и он попрет и догонит. И такие случаи знаю я десятки. Писем-то получал мечками вначале. А люди не знали. И говорили. А вы знаете, я послушал из такого авторитета. Пересадил, а он стал быстро расти. А не знают, что пересаживали. Он рос на старом месте. Не потому, что он плох. А потому, что ему нельзя тут расти. Это гибло место именно для этого дерева. Перенес и погнала. А люди не знали и придумали даже так. Любое дерево, которое плохо растет, оно может загибаться от многих причин. И вдруг придумывают вот эту самую такую вещь, что еще плохо не растет. Еще просто растет. А давай пересаживать. Боб вырастим. И вот эта глупость, когда не зная причин пересаживают, только замедляет рост, калечит дерево. Каждый раз пересадка. Это же корни губить. Вот смотрите, сколько я наговорил. Вот. И вот к этому последнему разу, вот видите, калечит дерево под любыми предлогами. Мы уничтожаем его, целостность его природного биополя. Спасибо, Павел Николаевич, за это. Вот. Чем хороши мои фотографии и рисунки. Можно даже ничего не говорить. Посмотрели, и все стало ясно. Вот. Почему я вспомнил Крудьевого? Когда я, мы подписали книги, я многого из этого хотел рассказать книге. Знаете, что он у меня это? Он спорил, что мы делаем хуже. Вот. Так как книги будут читать ученые. Кстати, я уверен, что никто из них не читал. Это он такой. Он думал, как. Приехал к Железу. Мы вместе написали уникальную книгу. Агротехника новая. Нигде никогда не повторялось. Вот. Знаете, он говорил, я вас поздравляю. Вот. Это. Это такое новое слово в науке. Но был момент, когда он говорил, как. Мне. Много же не вошло же в книгу, в ту толстую. Помните? Помнил сад. Как перехватить климат. Десять тысяч экземпляров. Это переворот. Ничего не стало переворотом. Все как было еще хуже. Так вот. Его фраза была такая. В мой адрес. Говорит, если вы не откажетесь от этих заумных вещей, ученый мир вас не воспримет. Я ему ответил. Буду долбить, долбить, долбить. Потому что все равно ученый мир меня не примет ни того и ни этого. А почему я сейчас об этом сказал, Елена Александровна? А потому что мы в зоне резко теперь. Попробуйте вот про это начать. И попадете, как я, в категорию городских сумасшедших. А дальше вам придется быть дипломатом. С нами любителями смелая. Даже учить будете этим же самым. Когда-то статьи писать, книги. А с учеными вы подруги. Я своя, я своя, я своя, своя. Все заранее известно. Никакой вегетативной гиблиотизации не существует. Это не я. Вот подтвердите. Меня каждый раз слушает это самое. Иркутяне. А там был этот... Господи, этот... В региональной конференции. Там был вопрос задан, мне неудобно повторять. Но повторю. Значит, а как вы относитесь к эркутативной гиблиотизации Железова? Директор ботанического сада живьем с трибуны сказал, научное сообщество это не поддерживает. Так что это не поддерживает. Я к чему говорю? Я это говорю к тому, что вам придется... Это как бы напутствие. Вы переросли все эти рамки. Вот. Не зря я показал вот этот список. Вот такой вот примерно. Натуральную величину. Видно меня нет. Вот такой. Вот список. Значит, вы переросли все рамки. У вас все в руках оживает. Ваши прививки в моем саду растут. Так. Все вот. Но придется быть дипломатом. Иначе вам туда не попасть. Вы туда попадете, но очень не скоро. Вот. И я больше ничего не успеете сделать. Я имею в виду, не будет этого самого бригады, супер бригады. Из молодых талантливых ребят. Ну что. Смотрите, я буду... Сейчас. Знаете, нужно несколько минут. Я пойду на кухню подогревать чай. Я долго говорил. Именно так, как хотел сказать. И так, как хотите. Вы пока вот это прочтите. А потом поймете, что... Не поймете, а я вам расскажу. То, что оправдывает ли... Все, что я до этого полтора часа меня слушали. Оправдывает ли реальную жизнь. Вот это все, о чем мы говорили. Вот. Потому что, если уже... Кремлевский мечтатель, самого моего любимого, уважаемого Ильича называли. Кремлевский. Ну, хоть в Кремле сидел, ну, хоть что-то сделать. А я, значит, лампочку Ильича, например. От меня пока польза налевая. Я сейчас пошел на кухню. Подогрею чай. Это займет 3 минуты. Вот. Пока можете вот это прочитать. Кому не надо на кухне. Продолжение следует... Продолжение следует...